Короче, швырнули нас пацаны и уебали. Они сейчас пойдут кофе пить, а мы будем с тобой работать. Да они, блядь, по-любому нихуя не привезут. Это же, блядь, тотар, ебаный в рот. Ты же видел, он в парике ходит. Я извиняюсь, пацаны, просто вот дичайшая история. Я вот, ну, с Найланда приехал, блядь, и вот мы охуели, если честно, блядь, он что, удалил её? Вот он, блядь, блядь. Тотар, не обессудь, братуха. Тотар. Пацаны, парик не видели. Ебанутый, блядь. Итак, всем, пацаны, салам, доброго времени суток. С вами, короче, Марат Борода Колиев, блядь. Чё-то последнее время без кепки, ну, так, полчо, чё, я все свои кепки растерял. Ну, и вы, конечно, на канале Асата Ченнел, блядь. Так что присаживайтесь, варите там себе дошираки. У нас на обзоре сегодня самая уёбищная тачка японского, блядь, происхождение, производство. Самая уёбищная, самая ублюдская тачка, которую я в натуре, вот, ну, органически, на дух просто не переносил. Я её, когда вижу чисто для меня, она, да, вот, как на хуже, чем иди нахуй. У нас сегодня на обзоре, блядь, ваша любимая, блядь, вы очень много меня опросили сделать обзор на эту тачку. Я до последнего не делал её, потому что просто тупо не хотел. Потому что за неё сказать, в принципе, нечего. Это самый кошмарный, блядь, автомобиль у японцев. Хонда Аккорд 8 до рестайлинговой 2008 года, блядь. Я сейчас эту тачку буду натягивать прям вот по-жесткому, потому что я лично Хонду вообще на дух не переношу. Особенно восьмой Аккорд чисто внешний. Для меня это просто вот, ну, мне казалось, что хуже камеры для меня вот, ну, нету ничего. Реально, вот нету ничего, абсолютно хуже камеры для меня. Оказывается, я ошибался, хуже камеры есть Хонда. Марсель, прости, я понимаю, ты дал нам тачку, всё на обзор там. Ну, мы сейчас походили, поговорили о ней там, чё-то. Я там сказал, что мне тачка нравится. Я тебя, братец, наебал. Я тебя, братец, наебал. Ужасный, просто фу, просто фу. Да ладно, ладно, я шучу, сейчас они меня заклюют. А представляешь, они сейчас сидят там, вот эти любители, короче, японцев, Хонды, особенно вот эти противники Хонды, которые ездят на Камри. Да, они же сейчас сидят, сейчас там, и вот, ну, они прям кайфуют, что я, короче, обхуйсосил, блядь. Вот, аккорд, вот, для начала, блядь, сказать, что, о, о, всё-таки Камри не самое. Короче, Камри вообще вот мне не нравится. Ходно намного круче. Итак, начинаем, пацаны, шутки-шутками. Аккорд восьмого поколения, 2008 года, до рестайлинговой. Ещё раз повторяюсь, по многочисленным просьбам, сегодня я буду вести этот разговор, знаете, в каком варианте. Не то, чтобы в варианте обзора, раскрывая автомобиль там и так далее. Я сегодня буду вести этот обзор, знаете как, очень часто, когда я хуйсосил ладу, когда я её натягивал, да, когда я делал ханнинговку гландом автоваза, очень многие комментарии писали, то есть, если ты всё-то хуйсосишь, да, предложи альтернативу, что купить. Я сегодня вам предложу альтернативу вот в этом автомобиле. Да, автомобиль не новый, базару нет, ничего не говорю, но это, мать его ёб, легендарное японское качество. Начнём с внешности. Вообще, этот автомобиль очень агрессивно выглядит, его внешность. В 2008 году эта тачка вызвала полный фурор. Она влюбила в себя поколение, да, вот на самом деле поколение. Очень люто смотрится тачка по сей день, она не теряет своего покупателя, заставляет обернуться на себя, особенно, если она вот в таком аккуратном состоянии. У неё очень агрессивные линии. Ну, вообще, Хонда, это именно тот японец, которого частенечко, особенно вот в этом кузове, сравнивают с BMW. То есть, у неё очень агрессивная внешность, помимо того, что это представитель, ну, как представительский, это комфортабельный автомобиль, до представительского ему, конечно, далеко. Её сравнивают с BMW, то есть, агрессивные внешние линии, хорошая управляемость и так далее. Посмотри с него, просто вот, ну, с неё точнее, вот, ну, вот, вот, ну, чистый фуцин, блядь, вот она, вот, ну, просто посмотри с неё. Вот, чтоб я так жил, братан, я тебе серьёзно говорю, посмотри с неё, посмотри. Опа. Чтоб я так жил, вот она валяется и вообще поебает. Не, я так не хочу жить, в смысле, я хочу просто валяться, ничего не делать, блядь, а то... Да не, нормально, смотри. Как это по-стински говорят? Да сартам, да кузел барагу. Глядя на твою собаку, можно понять твою жизнь. Что из себя представляет твоя собака, то и ты из себя, дебил, представляешь. Поэтому я Честер отдал. На моего бедного коллегу бы посмотрел, сказал, блядь, такой же я. Инвалид, блядь. Ладно, собака-собака, ей по кайфу, бля, не будем ей мешать, кайфовать. Очень много людей сравнивают её с сороковкой. Чисто внешней сороковка просто отсасывает у этого автомобиля. И даже мне, не любители японских автомобилей, на самом деле, вот эта тачка очень сильно нравится. У меня у друга была такая, белого цвета. Ну, так, ничем не примечательнее автомобиль, простой. Кстати, у него обвес был, по-моему, Type S. Просто как-то попросил у него проехать, посмотреть, что из себя тачка представляет. Если честно, машина мне на самом деле очень сильно понравилась. Поэтому сегодня будем разговаривать о ней как альтернативу ВАЗу. Как альтернатива новому ВАЗу. Потому что эта машина заслуживает вашего внимания. И ничего плохого о ней сказать реально, ну, просто невозможно. Сейчас, если я буду парафинить этот автомобиль, вы запарафините меня. Даже я уверен, что очень многие люди, бля, там внизу начнут писать, что вот я продался. Теперь я, блядь, продался Хонде. То есть вы настолько привыкли к тому, что мне все машины не нравятся. То, что я все машины просто беру и вот, ну, наматываю на хуй. Если мне машина нравится, вас это прям отторгает. Да, я очень люблю качественные автомобили. Поэтому все новые тачки, на которые я делаю обзор, я их просто натягиваю. Потому что качества в этих автомобилях нету. Это старая машина, я не думаю, что сейчас бы с Хонды ко мне пришли, занесли бы денег, бля, и сказали. Нам вот тебе, братуха, ломать, бля, капусты, бля, братан. Скажи что-нибудь хорошее про Хонду Аккорд 2008 года, бля. Так что хуево про эту тачку говорить просто нечего. Очень красивая машина, очень симпатично смотрится до сих пор. И, честно говоря, если бы у меня была возможность купить себе сейчас второй автомобиль взамен Монзи, да, чтобы зимой на ней ездить, я бы с удовольствием рассмотрел бы вот этот автомобиль. Человек, который предоставил нам этот автомобиль, купил его всего лишь за 600 тысяч рублей. Вдумайтесь в цифры, 600 тысяч рублей. На вторичке очень популярный автомобиль. Это один из самых угоняемых автомобилей тоже в свое время. Их просто уматывали, угоняли, не то слово. Они все битые, перебитые, бля, просто практически все, бля, пропущенные через страховки и так далее. Поэтому живой, на самом деле, живой экземпляр сейчас, в данное время, найти, ну, достаточно тяжело. Если вы найдете автомобиль, который вот будет вот в таком состоянии, в котором вот эта тачка, да, я вам говорю, ребят, вы не пожалеете об этом. Смотришь на ее жопу и вот пиздец, вот этот раздвоенный выхлоп, это 2.4, смотрится прям, честно, вот, ну, особенно вот этот спойлер. Например, антикрылой его еще кто-то называет, у нас называют его спойлер. Кстати, вы постоянно, да, ищете в моих словах ошибки, да, там, что я там, допустим, тормозной диск называю опорным диском, да. У нас так ребята разговаривают. И сейчас парни, которые меня смотрят, соседи, да, они по-любому подтверждают. У нас так разговаривают. У нас, не знаю почему, но у нас так разговаривают. У нас не называют тормозной диск. У нас, если к мастеру придешь и скажешь, бля, мне надо проточить там тормозной диск, он на тебя будет смотреть и думать, что ты за сцепление говоришь. Ну, серьезно, это не говорит о его некомпетентности. Просто мы привыкли так разговаривать. Придешь, скажешь, опорник, он тебя поймет. Скажешь тормозной диск, он тебя спросит, что, как, а, как, что? Что он сказал? Какой диск? CD диск, MP3 диск. Что за диск тебе точить надо, брат? Опорник, все. Я тебя понял, братан, загоняй. А, да, кстати, вот последний раз в рекламе, да, очень много, бля, тоже написало комментариев по поводу, особенно в инстаграме, по поводу, когда я сказал хетагу каршером, бля, да, сказал слово каршер. Я понимаю, что, бля, правильно его называть керхер. Я не немец, бля, я не немец, я даже не русский, мне можно. Слышь, баклажан, у вас в Эфиопе все такие умные. Я русский, вот только не надо гнать. У нас все его называют каршером, не карчер, бля, не керхер, каршер, ну че вы доебали? Нет, надо меня поправить, бля. Я так же, если я сейчас кому-нибудь подойду и скажу, пойдем керхером машину с полоснем, он на меня будет смотреть. Что, керхер, ты че, въебался что ли, Марат? Я так разговариваю, кому не нравится, керхер вам въебалое. Ну и на секундочку прервемся, пацаны, хотим вам анонсировать наш новый проект, который мы точнее назвали Кайгамар. Это старая тачка BMW E36 Compact. С нее мы будем делать очень интересный дрифт корч. А для того, чтобы нам разобрать это старое ржавое ведро, нам пришел такой мастер-смазка, мохнатый, пацаны, Валера. Поможет нам для того, чтобы, короче, разобрать это старое корыто, наш усатый братишка Валера. Мы будем разбирать и справляться с закипевшими, прикипевшими, заржавевшими болтами, гайками и так далее и тому подобное. Валера-обрательник – это проникающая синтетическая мастер-смазка с модификатором ржавчины. Предназначена для широкого применения от смазывания петель, щелей до разборки заржавевших соединений. Облегчает страгивание при демонтаже. После обработки создает защитное покрытие на весь срок службы смазки. Синтетическая основа нейтральна к резине и пластику и не замерзает до минус 50 градусов. Усатый Валера знает толк, пацаны. Все ссылки в описании. Чисто внешностью, он остается достаточно такой современной. И я уверен, что она посоперничает чисто внешне. Да хуя с какими новыми автомобилями. Да хуя. Чисто дизайн ее, да, он до сих пор остался актуальным. Вот именно вот этот экземпляр, он достаточно такой аккуратный, да, ничего примечательного в нем нет. Но есть такие, да, хондочки, да, восьми, особенно если это обвес Type-S, там, а хорошие колеса, оптика хорошая, да. Они прям смотрятся вау. Первое, на что на самом деле, блядь, жалуются хозяева вот этих автомобилей, это на ее ЛКП. Если брать седьмой аккорд, который был до нее, да, седьмое поколение, там были тотальные, бля, жалобы на коррозию, на лакокрасочное покрытие там и так далее. Ходят слух и бытует мнение, что в восьмом аккорде это изменили. Отвечаю, что вот такого нету. Японцы никогда, никогда, абсолютно никогда не славились своей краской. Никогда. Она у них мягкая, нежная, слабенькая. Ну, машинка выглядит неплохо, она по-любому отполированная, под жидким стеклом. У нас умеют, короче, ухаживать за внешним видом автомобиля. Я очень приколол, ну, бля, открывается как ведро. Как японское ведро, это нормально у японцев. Открывается вообще не премиально, нету. Ну, хотя тачка сама по себе, вот, ну, она очень дорогая и богата выглядит. Вид у нее очень дорогой. Нет, Кот, вот скажи честно. Когда ты смотришь на такую тачку, ну, первое ощущение, что она вот, ну, особенно если вот еще значок Хонда там и так далее. Когда дергаешь, бля, ручку, вот такое ощущение, в натуре, как будто ты крышку унитаза открыл. Кстати, это дорестайлинг, кто не знает, как дорестайлинг отличается. Это бампер, фары, вот здесь фары ближе к решетке, прямо вплотную. У рестайлинга она уже, бампер идет сюда и отличается задняя оптика. Вот он. Ух, ёб твою мы. Опа, все, поставили мы кочергу вот эту, блядь. Я не знаю, почему у меня подгорает, короче, вот на эту кочергу. Вот, ну, реально подгорает на эту кочергу, когда я вижу, особенно, автомобили, которые стоят, ну, стоили в свое время, бля, новыми, немаленьких денег, бля. Двигатель 2А4. Вообще, эта тачка в Россию поставлялась с двумя вариантами двигателя. Это 2 литра на 156 лошадиных сил. И вот этот вот, любимый, короче, двигатель Хонда Водов. Правильно я сказал? Хонда Водов или Аккордоводов, бля. Или Аккордеонов, как, ну. Аккордеон, ну, Баян, да, Аккордеон, да. Баян, ну, Баян же еще такой есть. По венам, которые гоняют, Баян, да. Баянаводов, бля, наркоманов, короче. Короче, любимый двигатель Хонда Водов 2А4 в 201 лошадиную силу. Бля, я вот эту одну вообще никак не могу понять. Вот это еще одна лошадиная сила там нахуя нужна была. Вот одна. Чтобы больше налог платить, да. В рестайлинге уже сделали 200 лошадиных сил. Ну, подумали они там, японцы, про нас, бля. Выхватила свою нишу. Эту машину очень сильно любят в России. А, еще был у них дизельный двигатель 2.2, но он в Россию не приходил. На этих тачках не конкретно на Аккорде. Ну, все знают, что Хонда и Акура это то же самое. На Акуре, правда, в Штатах, да. Это же американская версия. Там им, конечно, давали еще и 3,5 литра двигателя. К нам опять зажопили. Всегда в Россию, бля, почему-то все жопят. Было бы хорошо вот сюда, вот именно реально, 3,5 двигателя, если бы здесь был еще и 3,5, это был бы нонсенс, если честно. Абсолютный бестселлер, хотя в девятом поколении этого автомобиля нам уже дали 3,5, но не на вариаторе, а на автомате. Достаточно крепенький мотор, цепной ГРМ, цепь которого приходит к 170 тысячам, если у него такая больная тема. Эти двигатели ездят достаточное количество километров. Можно даже сказать, что она, ну, вот, втирает в колеса километры. Очень-очень-очень живучий двигатель, что двухлитровый, что 2,4, вот этот двигатель, они очень живучие. Да, есть у них болезнь, ну, совсем детские. Вы все прекрасно это знаете, да, я просто не хочу повторять вот эти термины там и так далее, не хочу умничать, бля. Самая его большая, его самая огромная, бля, проблема, это, бля, тотальный жор масла. Они все практически после 100-120 тысяч начинают жрать это масло. Когда я работал на СТО, на замене масла, у них у всех были эти проблемы. И не надо пиздеть, что это не так. Вот даже сейчас вот человек, который ездит на этой машине, да, он подчеркивает, что на самом деле, в принципе, эти моторы, они кушают. Кушают масло. Что там ты увидел? А, вот, ну да, вот по ней видно, что ты замерял, бля, там. Можно ебало себе смазать. Ну, щупа достал и втер, бля. Нет, ты когда потрасили, чтобы загрелось, бля, просто выжил. Выжил, да, салфетки. Знаю, что у них есть расход там, ну, 500-700 на тысячу километров. Это их ненормальный расход с пробегом 150-170 тысяч. Это их ненормальный расход. Таких прям вот ебанутых-ебанутых болезней у этого автомобиля нет. Жрет. Масло жрет. Бензин. Ну, тоже расход топлива у этого двигателя, вообще у этого автомобиля. Ну, есть. Есть расход топлива у них. Кто-то говорит, что там это бывает 15 литров, кто-то говорит 17-18, кто-то говорит переваливает за 18 литров. У этой тачки стоит газ. Вы видели, вон там редукторы и спрятали. То есть, люди, которые покупают эти машины, а что он, кстати, заливает? А, он хадо залил. Этот, кстати, этот мотор на самом деле, на самом деле, вот этот мотор очень-очень-очень, короче, капризный до масла. Очень капризный до масла. То есть, чтобы он хотя бы по минимуму жрал, к нему надо подбирать на самом деле это масло. Тщательно, щепетильно подбирать к этому мотору масло. Потому что он, ну, прям, очень капризный на масло и очень капризный, сука, на топливо. Система охлаждения. Да, ну, тоже так. Один раз там в 100 тысяч километров у них, блядь, просто забивается радиатор, который просто можно снять. Там, образно говоря, помыть его и все. Многие же этого не делают. Вот, поэтому потом некоторые из владельцев этого автомобиля встречаются с такими маленькими косяками, проблемами, как перегрев. Текущие рейки, да, есть вот это ихняя самая первая болезнь. Они, бля, прям с нуля, когда выезжали, ездили, ну, может, 50 тысяч километров, не текущая, стучащая рейка. Это ихняя проблема, это вот именно жиза. Потому что я спросил у хозяина автомобиля, у марсельчика, что у тебя с рулевой рейкой? Да, я к чему ездил, делал. У нас, допустим, в городе не умеют ее обслуживать. У нас, в принципе, в городе не обслуживают нормально рулевые именно рейки. Поэтому парень съездил в Виноземцево, ему это сделали. Сейчас доволен ездить. Конечно, это стоит затрат каких-то, ну, не таких прям уж тотальных, блядь. Ну, я думаю, наверное, тысяч 25-30 он отдал за восстановление этой рулевой рейки. Ну, средний пробег этой рулевой рейки после перебора 50-60 тысяч километров. Средний пробег, блядь, в год 25-30 тысяч километров. То есть на 2-3 года ее хватает. 2-3 года потратить 30 тысяч, блядь, вот на это, ну, я не знаю, кто-то жопит. А кто-то скажет, я лучше куплю, блядь, там, Калину и буду ездить, блядь. А кто-то сделает и будет ездить с кайфом. Чуть-чуть вложил в нее денег, ездит и кайфует, машина бегает. Вот этот автомобиль, он на самом деле внушает доверие. Ты его берешь и ты знаешь, что этот автомобиль заведется, уедет, приедет, довезет тебя, решит твои проблемы. Проблемы твоей семьи, отвезет ребенка и так далее. В этом плане они молодцы. Но помимо того, что она качественная, она еще и интересная. То есть я Toyota почему не люблю, потому что она качественная, да, качество, тут базару нет. С японцами мало кто посоперничает в качестве, но они не интересные. Они не интересные, они печальные, они грустные. Honda в этом плане молодцы, они делают очень интересные тачки, помимо того, что они еще и качественные. Ходовая у нее, многие путают ее, говорят, что спереди у нее стоит Макферсон. Тут не Макферсон, тут стоит спереди двухрычажка, сзади многорычажка. Ну, кто знает, это вот, ну, прям вот немецкая нотка, потому что такой ходовой оснащаются еще немецкие автомобили. Поэтому у Хонды, как отличительная черта, исключительное управление. Японцы в этом плане, именно у Хонды, да, они просто сделали неубиваемую ходовую. Она просто, сука, неубиваемая, бля. Она в состоянии проехать от 150 до 170 тысяч. А если ты, блядь, еще и аккуратный водитель, ездишь, допустим, на 16-х, на 17-м лететь. То есть не огромные колеса ставить, что она и 200, и 230, и 250 тысяч ездит вообще абсолютно без вложений. Если не считать только вот стойки стабилизаторов, и за 30-40 тысяч на каждой иномарке, абсолютно. Это расходный материал. Если говорить что-то за жопу, за задницу, да, то, опять же, Хондоводы мне... Бля, какое смешное слово, Хондоводы, бля, знаешь. Наркоманы. Да, наркоманы, они дадут мне соврать. Я от души говорю, наркоманы, а то у нас здесь ездят, Хонды где-нибудь выцепят и пиздюлей мне дадут. Сзади у нее тоже особо болезни нет, ее единственная болезнь, что Хондов, опять же, честно говорю, почитал. Мне интересно было почитать за эту тачку, я посидел в форумах, почитал, что очень много жалоб на перегруз этого автомобиля. То есть, если вы часто пользуете автомобиль в плане переезда, перегружаете ей багажник, жопу, да, там, ну, первая ее болезнь, это проседают пружины, но это лечится обычными проставками. Но еще, если перегруз, у нее выходят из строя развальные рычаги, за счет чего потом начинает, короче, стираться внутренняя часть резины. Вот ее две болезни сзади, развальные рычаги и пружины. Ну, на пружины вы поставили вот эти чашки и все, забыли. Тачка ездит, опять ездит, 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 и все, и проблем вы опять не знаете. Вот я, когда открыл багажник этого автомобиля, во-первых, что я увидел здесь, я охуел с его размеров. Он просто огромный, блядь. Я не знаю, сколько там койлитраж, у меня нет приколов там, бля, измерять все там рулетками. Есть такие блогеры, которые там рулетками что-то мерят, штангенциркулями что-то там растягивают, нитки, что-то хуе. Но первое, на что я обратил внимание, это вот на эти штуки. Как я обожаю, когда ты открываешь автомобиль и видишь в нем мысль о потребителе. Это настолько приятно, что просто охуеть. Я вот обожаю, вот когда ты открываешь и смотришь, что вот здесь вот аккуратно все закрыто, ничего не торчит, никакой изоленты нету там и так далее. Конечно, материалы и отделки, они, ну, такие же дешманские. Они, ну, еще раз повторяюсь, японцы никогда не славились отделкой, вообще никогда не славились. Конечно, опять же, из-под кого этот автомобиль брать? Есть такие утырки, которым на это похуй, они это разъебывают, а потом автомобиль теряет свой лоск, свой кайф даже вот в таких деталях. Ну, как кастрюлька закрывается, вот, ну, конечно, металл у нее, сами видите, да, там, если сюда приехали, прежде чем начать съемки, хозяин мне говорит, а ну сядь на интерес, вот просто сядь где туда, как тебе будет? Я охуел, я не знаю, на что вы, ребята, жалуетесь, ну, вот, вот, допустим, моя туша, да, не маленькая туша, бля, спокойная, сюда залазю и очень охуительно я себя, ребята, здесь чувствую. Конечно, бля, если ты хочешь, ох, ебан, ничего не сломал, развалиться, бля, ну, развалиться тоже можно. Ну, допустим, если кот сюда сейчас сядет, ему будет здесь некомфортно, не все такие высокие, как Костян, вот, все, конечно, ну, по-японски дешманское, вот, материал отделки такой же дубовый пластик, хотя все скомпоновано и подогнано на высочайшем японском уровне, ну, реально, пластик маркий, царапается очень сильно, ну, вот, видно по нему. Ну, задние сиденья, перфорация, ну, кайф, просто кайф, ты сидишь и понимаешь, что ты сидишь в иномарке, что вам надо, я не знаю, бля, что вы въебались в это навьё, бля, вот, новая, новая, новая Кия, новая хуйня это все, хуйня. Я лучше куплю вот такую тачку за 600 тысяч рублей и буду знать, что это на самом деле настоящее японское качество, которое довезет меня, привезет, порешает мне вопросы, моя семья здесь себя будет чувствовать комфортно, здесь будет по кайфу, ну, вот, опять же, вылезти, да, ну, да, цепляю я вот здесь, ну, да ладно, ебать, бля, я когда с весны сзади выхожу, бля, я за собой сиденье вытаскиваю, переднее, пассажирское, бля, я все ногами вытаскиваю, привода, короче, бля, с ногами цепляются, бля, все, вот здесь все закрыто пластиком, по-человечески, ничего лишнего, шумоизоляция, бля, у автомобиля, конечно, не пиздец какая, опять же, шумку японцы никогда не умели делать, все закрыто, ничего не видно, абсолютно, никаких швов, никакой шляпы, бля, ну, вот здесь, конечно, уже, а, ну, я надо просто засунуть на место, за 600 тысяч рублей, кайф, дождик начался, сейчас мы сядем вперед, попиздим, что там у него спереди, и ебанем, прикольимся, покатаемся на ней, 170 тысяч, да для этого мотора это хуйня, очень многие кайфуются этих сидений, бля, с выраженной, бля, боковой поддержкой, да, на самом деле, по кайфу они, человек в них, ну, по крайней мере, такой человек, как я, чувствует себя достаточно неплохо, я бы не сказал, что это очень комфортно, ну, достаточно неплохо, очень уютные сидения, они прям тебя обнимают, кожа, конечно, здесь не прям пиздец, пиздец какая, салон, ну, я не знаю, многие, многие, конечно, кайфуют с интерьера этого автомобиля, мне не нравится, если честно, мне не нравится, что-то, вот, у Хонды есть такой прикол, они любят какой-то, вот, ну, футуристичный дизайн, блядь, вот, ну, и здесь то же самое, штатная музыка очень даже охуительная, как для штатной музыки 2008 года, я вам больше скажу, что до сих пор, блядь, новые тачки, которые выпускают, да, они не в состоянии дать такую музыку, такую аудиоподготовку точно вам сейчас мало где дадут, блядь, вот, ну, в автомобиле хотя бы до миллиона, блядь, ну, шумки нету, конечно, нету, что-то говорить за это тоже не стоит, потому что никто в тот момент не давал, блядь, шумку, тачка, короче, шла с двумя видами коробки, 5- и 6-ступенчатыми, механикой и автоматом, механика здесь достаточно живучая, на объеме даже 2 литра, хотя у аккордов 2 литра считается чуть больше, чем нихуя, считается достаточно такой овощной двигатель, двухлитровый, да, но на механике он едет достаточно неплохо, автомата, конечно, мало для него, шумная после 3,5-4 тысяч, особенно если вы больше поднимете, будете слышать, блядь, двигатель, звук двигателя, ну, каких-то шумов, сверчков, блядь, скрипов лишних, да, блядь, нету, не слышно, блядь, все подогнано очень охуительно, блядь, ну, японцы в этом плане, конечно, щепетильные, качество подгонки, детали здесь просто на высоченном уровне, блядь, приборка тоже, вот, ну, хуй, кому-то нравится, кому-то нет, я ее не понимаю, блядь, в седьмом аккорде, да, он поприятней, поприятней, ну, что касается, допустим, салона, ну, мне в сороковке он нравится больше, поуютней, эту машину практически все сравнивают с Camry, с сороковкой и еще ее соперники, это Mazda 6, на Mazda еще не ездил, ну, по крайней мере, что касается сороковки, да, такое ощущение вот в салоне, что сороковка, она чуть-чуть побольше, попросторней, в салоне немножечко поприятней, что касается материала отделки, ну, плюс-минус одно и то же, ну, я бы не сказал, что 2.4 тоже пиздец, какой мотор, но 2 литра, скорее всего, на автомате, это пиздец, что за овощ, блядь, к автоматам тоже, по большому счету, у них претензий нету, они очень думающие, просто это обычный автомат, обычный автомат, сверхскоростных переключений ожидать не надо, он думающий, он долго откликается, долго переключает и так далее, ну, если сравнивать ее с Camry, мне лично она больше нравится, во-первых, ее первое преимущество перед Camry, это ее внешний вид, второе, это ее управление, ну, что касается, там, надежности, я думаю, она ничем не хуже, чем Camry, пожалуйста, я вам предложил, что купить, блядь, за 600 тысяч, что купить, если вы найдете, блядь, ну, не, это до рестайлинг, цены у них колеблятся, конечно, там, от 500 за такой, блядь, подушатанный экземпляр, и выше, там, до ляма доходят цены, думаю, если вот за 600 тысяч вы найдете вот такой экземпляр, вы останетесь довольны, ну, не, ну, 2.4, коробка долгая, вот, единственная, вот, чуть-чуть бы, блядь, коробка по-другому была настроена, подвеска у нее жестковатая, да, ну, она не теряет комфорта, то есть, я сейчас на нее еду, я комфортно, сейчас мы с моста спустились, обычно бывает это как, езжай, тут, я, ну, не потерял ощущение комфорта, допустим, вот, по этим дорогам сейчас мы поймем ее, ну, грубоватая, да, подвеска грубоватая, у нее, что пиздеть, здесь сейчас так и пропустим, ну, нахуй ее знает, какого-то прям конкретного дискомфорта я сейчас не испытал, ну, у нее, по-моему, уже, у нее, по-моему, уже врезали амортизатор, опять же, шум колес, арки пустые, шумки нету, вообще нету, хочется вот шумки, вот, очень хочется шумку здесь, если бы здесь была шумка, я думаю, блядь, я бы по-другому даже закайфовал с этой тачки, ну, ну, чувствуется и шум дороги, и резина чувствуется, там, мотор слышно, в случае трех с половиной, четырех тысяч мотор вообще очень сильно слышно в салоне, японские, блядь, кастрюль, блядь, друшлаг японский, блядь, ну, кайфовый, есть, есть рэпер Тупак, был, а я, это, обзорщик, дурак, блядь, пизде, что за, нига, блядь, в Хонде, ну, пачнись-ка сюда, блядь, и так, если подытожить, пацаны, вот, реально, вот, не вдаваясь ни в какие-то технические подробности, наверное, опять с кучей всяких разных, блядь, ошибок, да, ну, вот вы любите, блядь, когда я хуйсошу тачку, да, вот вы пиздец как любите, когда я хуйсошу, ну, вот, когда вы просите, блядь, меня взять, блядь, на обзор, там, Хонду, да, там, допустим, вот эту, да, там, машине, машину, автомобиль, которому уже более десяти лет, что вы ожидаете, блядь, как я ее должен обхуйсосить, блядь, автомобиль, который, в принципе, уже не выпускает хуеву-кукуеву лет, блядь, даже если бы очень сильно захотел что-то в ней найти, за что ее обхуйсосить, ну, то хуй ее знает, ее просто не за что хуйсосить, это очень охуительная тачка, это один из популярных, один из любимых автомобилей для наших заграждан, за отечественников, да, я же говорю, если вы, ребята, хотите на самом деле качественную машину, чтобы она была внешне красива, то Хонда Аккорд восьмого поколения, это ваш вариант, она стоит далеко не таких уж и ебанутых денег, да, сейчас кто-то может сказать, там, у кого-то и этих денег нет, согласен, согласен, я ничего не говорю, но человек, который хочет присматривать себе эту машину, я вам говорю, если вы найдете неушатанный вариант, вы никогда не пожалеете о покупке этого автомобиля, ну, самое важное, из-под кого вы его возьмете, на этом мы завершим, короче, свой обзор, вот, он сегодня не такой, бля, прям, вот, как вы любите, ну, потому что здесь, ну, нечего найти такого, чтобы я взорвался, там, и так далее, да, ну, просто нечего здесь найти, чтобы я взорвался, сейчас где-то взял, там, вытащил, бля, что-то, хуйо, это очень спокойная машина, бля, и она мне очень нравится, вот такой вот сегодня был обзор на Хонда, восьмом поколении, бля, подписывайтесь, бля, на Asato Channel, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, бля, там, делайте грязь, самая большая просьба к вам, пацаны, вот, уважайте друг друга, конечно, бля, интересно вас читать, когда вы хуйсосите друг друга, прям, очень сильно почитать, бля, как вы, бля, негативите на меня, хейтерам особый привет, нахуй я вас вертел, вот, хочу вот так сказать, бля, хейтерам, вот, ну, а с вами был Марат Борода, в очках и капюшоне, бля, Кольниев, бля, вот, и канал Asato Channel, подписывайтесь на мой инстаграм, который сейчас опять переименован Asato, как это правильно сказать, official, official, да, official сказать, или задеревянить, бля, official, Asato, official, бля, задеревянить, короче, да, Asato official, вот он вот здесь внизу где-нибудь, или вот здесь наверху, или вот здесь наверху, короче, код сам распорядится, куда его поставить, подписывайтесь на наш инстаграм, а мы завели, японо, мать, бля, может, не отдавать ее Марсельчикову, а, как ты помнишь, бля, у меня потом просто фотоаппаратом приебет, давай ты уедешь на 34-ке, а я на аккорде, охуительная машина, особенно вот эта, вот эта вот, ебалушка, прикольно, да, тренировка, чё, пяду, лошадку покормить, бля, да, так, значит, а чё, бля, дело-то житейское, бля, пацаны, парик не видели, ты ебанутый, блядь, дождь на улице, ты чё, в очках, Субтитры сделал DimaTorzok